За время реализации проекта нам удалось привлечь консультетов около 150 человек, как вы видите. Актуальна очень проблема для нас с ВИЧ-инфекцией. Если вы посмотрите на эти цифры, то по всей Брестской области у нас 1341 зарегистрированный, а в городе Инске 601 человек. Это по всей области, и в одном городе эти половины. То есть до нас это делало очень буквально. Проект реализовывали две партнерские организации. В партнерском мы стали во время реализации проекта. До этого вы знали, что в городе такие существуют, но тесто не взаимодействует. И так это республиканское общественное объединение «Матерь против находиков». Их направление деятельности – профилактика ВИЧ-инфекции средней молодежи. Организация группы «Свемой помощи для сопричастных лиц» – анонимное консультирование, психологическое и социальное сопровождение людей живущих с лучшими. Но в этой организации есть такие особенности, которые поспособствовали именно достижению таких высоких результатов. Во-первых, у них был очень и есть большой опыт в работе по профилактике ВИЧ-инфекции средней молодежи. Они имели большой опыт участия в других проектах. Это были уже подготовлены специалистами за рамками проекта. Также они прошли подготовку в рамках проекта. Каждый, вот это я хочу особо отметить, что они являлись нашими аутрич-работниками. Каждый аутрич-работник работал с отдельной группой ВИСКО. Уже до проекта у них были налажены консультанты, связи. Молодежская группа, свои какие-то места скопления молодежи, налажены личные контакты, что очень поспособствовало дальнейшую реализацию проекта. Для них был несколько новый опыт и так тесно взаимодействует в случае уничтожения у здравоохранения. И вот наш обожаемый центр «Дружесная подростка Надежда». Мы имеем направление деятельности к инфекции центры. Это общая консультирование, информирование по вопросам непродуктивного здоровья, индивидуальное консультирование, сопровождение, лечение при необходимости и какие-то консультированные с участием. Не буду подумать о этом останавливаться. Уже до меня это все присутствует. Опять-таки, что способствовало такому яркому реализации нашего проекта успешному? Если у нас были замечательные, грамотные, опытные отличие работники, выходящие конкретно в целевые группы, то и наш центр имел особенности для реализации этого проекта. Он расположен в центре города. В очень удобном месте для посещения молодежи. Во-первых, там любимые места их пребывания. Очень доступно туда можно доехать. У нас отдельный вход, отдельная крыльячка. Оно на поведком легко доступно. Мы и просматриваем вместе. К нам предлагаются те, рядом расположенные те учреждения, которые нам удобно переадресовывать потом наших клиентов после тестирования, женской консультации и лаборатории уже нет диспансера. Немаловажный был и тот факт, что у нас, опять-таки, очень немножко себя похвалить. Мы тоже уже имели большой опыт работы с молодежью. У нас тоже был налаженный контингент. Мы тоже были подготовлены к недальному консультированию. И, опять-таки, немаловажный, у нас очень уютная современная обстановка, комфортная зона ожидания и большой набор информационного материала. Не буду перечислять все принципы, которые реализовывались в ходе проекта. Они перекликаются с принципами работы нашего центра. Это анонимность, конфиденциальность, грамотное информирование, обучение безопасного поведения, снижение в передах. Привычка работать вместе, заступность, доброжелательность, добровольность и так далее. То есть мы соблюдение этих принципов, незабываемые ни в коем мере, тоже помогало добиваться таких высоких результатов. Опять-таки, те этапы реализации проекта, которые нам были предложены, были соблюдены. Я хочу на них конкретно немножко остановиться. Когда проект только приехал в наш город, с помощью питания и с помощью организации «Матери против наркотиков», мы были такими только участниками в этом круглом столе, были собраны все организации города, работающие с молодежью. И проект был озвучен на городском уровне. Нам была недостатка возможность познакомиться с друг другом. Опять-таки, мы знали, мы слышали друг друга, но так по очереди обменяться контактами, поговорить о проекте, это была первая возможность. Вот. И было предложение к сотрудничеству. Дальше было все тоже очень просто. Мы ничего не усложняли. После круглого стола мы собрались уже непосредственно с общественной организацией «Матери против наркотиков» и отговорили условия нашей работы. И так они были аутричи работниками, мы были, соответственно, медицинскими работниками. Мы договорились, обменялись контактами, даже попробовали закреплять каждого аутричи работника за медицинским. Но этот прием не прошел, потому что, когда отричи работник приводил клиент, это нужно было тут же проконсультировать, поэтому кому попадало, тут консультировали. Конечно же, договорились о режиме работы. Нам, когда пришлось задерживать, увеличили на час время работы, составили так свой трафик, чтобы мы работали не до 7, до 8 часов. Были некоторые у нас проблемы в составлении истории клиента, как их описать, кто пишет, алтенчий работник, медработник. И вместе, каждую свою часть, мы, в конце концов, вырвали какие-то общие условия. И вот столкнулись немножко со сложностями переадресации. Да, мы знали, куда переадресовывать. Дальше у нас идет наше обширное взаимодействие. То есть все предпрактические организации знали о реализации этого проекта, поддерживали нас. И всегда этого проекта поддерживали. И нам было очень просто. У нее переадресовать для клиента к инфекционисту. За дополнительным там консультированием, прохождением тестов. И у нас такие случаи, что мы доверяли вашим тестам. Но мы столкнулись с трудностью переадресации детей в группе, которые хотели изменить свое поведение. Об этом Италии упоминал. Мне это было очень приятно, потому что это привлекается к нашим общим выводам. Если коротко, то нам бы хотелось, если продолжать проект в таких рамках, чтобы были организованы постоянные, открытые группы, в которых работают опытные тренера, которые позволяли ребятам менять свое отношение, менять свое поведение. Как тоже будет упоминалось, просто так это не происходит. Я имею опыт работы с своими новой альтерами, так что там будет. Вот их просто некуда было переадресовывать. Если это просто касалось изменения поведения и убеждения. Это наши помощники изыграли маловажную роль. Мы будут подробно останавливаться о работе в ланджурской группе. Она работает с днями в антиоцентре. Такая же рука имеется и в организации «Моки против наркотиков». Это проверенная активная молодежь. И они являются нашими помощниками практически во всей нашей деятельности. Реклама проекта, реализация, большая акция, привлечение молодежи на близко и так далее. Мы посчитали, что показателем успешности явился тот факт, что у нас под конец появилось очень много случаев прихода клиентов без направления причин работника и сопровождения. То есть это означало, что о проекте знают в городе молодежь. И исчезла в близко, что не доверяют нам, приходят просто узнав, что есть такая возможность пройти тест и получить консультирование, и даже получить какую-то информацию, и даже мы не знаем о себе дети. То есть опять-таки о переадресации и помощи этим детям. Ну и хочу сказать, что мы готовы к новому. Мы обладаем определенным ресурсом, профессиональным опытом, желанием работать. У нас не всяк энтузиазм, нам очень понравилось и было интересно работать в проекте. Поэтому мы ожидаем новых предложений и принятия нашей инициативы. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо.